Заказы с Казаниэкспресс могут не дойти до адресата. Что станет с компанией после передачи контрольного пакета акций, расскажет эксперт Казанского университета. Сегодня многие совершают покупки в сети и тщательно подходят к выбору маркетплейса. Название Казаниэкспресс прижилось в Татарстане как наш ответ зарубежным компаниям, и люди не готовы с ним расставаться. Если он поменяется на какую-то, знаете, точку Алиэкспресс в Казани, то мы потеряем вот эту первую часть слова «Казань» и просто останется Алиэкспресс. То есть никто не будет понимать, что вот в Казани зародился свой маркетплейс. В марте 2021 года молодой маркетплейс из Татарстана продал 30% акций своему прототипу. За счет инвестиций Казаньэкспресс рассчитывал увеличить свое влияние на глобальном рынке, но что-то пошло не по плану. 25 октября Алиэкспресс Россия выкупила контрольный пакет акций и теперь может диктовать Казани свои условия. Приобретение контрольного пакета не дает абсолютно полного контроля над компанией. Дело в том, что для принятия стратегических решений, например, решения о ликвидации или организации, требуется не 50%, а 75% голосов на собрание акционеров. Но, тем не менее, текущий оперативный контроль будет осуществляться тем, кто владеет контролем пакета. Постепенно все бизнес-процессы Казаньэкспресса будут подстраиваться под те стандарты, которые приняты на Алиэкспресс. То есть, фактически, постепенно Казаньэкспресс будет походить на филиал Алиэкспресса. Пользователи также обращают внимание на удобство интерфейса интернет-магазина, наличие скидок в интересующие их категории товаров, качество продукции и историю, стоящую за брендом. И это сравнение не всегда в пользу гигантов рынка. Впервые я вообще услышал об Алиэкспрессе, когда Рустам Наргалевич Мниханов на своей странице в Инстаграм публиковал эту историю о том, что казанские ребята создали нечто подобное Алиэкспрессу. Буквально через день приходит уже товар. И в этом случае Казаньэкспресс, конечно, опережает Алиэкспресс во многом. Но по товару, конечно, Алиэкспресс отличается более обширным числом и наименованием. Формального слияния компаний может и не произойти, отмечает эксперт Казанского университета. Зачастую контролирующему лицу так даже удобнее. Но влияние внутренней политики Алиэкспресс на работу казанского филиала пользователи смогут заметить уже в ближайшем будущем. Арианна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.